Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити! За более чем десяток лет работы лаборатории психологического обеспечения перед нашими глазами, перед глазами наших сотрудников прошло несколько десятков тысяч человек. Соответственно с каждым человеком проводились диагностические мероприятия, психологическая диагностика, психофизиологическая диагностика и конечно мы уделяли большое внимание личности больных, их какой-то деятельности, продуктам их деятельности. И сегодня я хочу показать несколько из таких продуктов, так скажем, то, что выдавали нам в разное время, в разные годы наши клиенты, наши пациенты. Проводились несколько проективных методик, пиктограммы прежде всего, я потом об этом буду подробно еще говорить и останавливаться. Некоторые проективные методики, такие как ТАТ, РАТ, те методики, которые заслуживают своего доверия. Недавно у меня тоже была переписка с коллегой, с психологом и задавался вопрос, как можно использовать методику ТАТ, тематической перцепции тест. Так вот, методика, если вы ее помните, она представляет из себя рисунки и человеку предлагается описать, составить рассказ. Там, в общем-то, такая достаточно простая инструкция, но мы эти инструкции, как правило, не использовали, а использовали методику ТАТ в качестве дополнительной к основным методикам, таким как ММПИ, КТ, ЛУСК, ПЗМР, простая зрительно сложная реакция, РДО и так далее. Дополняли какую-то информацию, прежде всего изучая эмоциональную, эмоционально-волевую сферу этих людей, наших клиентов, пациентов. И, соответственно, дополняли объективные методы исследования субъективными, такими как ТАТ, РАТ, пиктограммы и так далее. Но пиктограммы не субъективная методика. Одним словом, масса информации накопилась, она содержит в себе вот именно такие вот, будем говорить, субъективно-проективные результаты деятельности наших пациентов. И, соответственно, если это видео будет интересным, то есть люди будут ставить лайки, я буду периодически показывать такие результаты, результаты проективных методик. Вот это самое первое видео, оно посвящено вообще, в принципе, продукции больных людей, имеющих какие-то серьезные заболевания, такие как шизофрения, маниакально-депрессивный психоз, какие-то эпилептические, органические расстройства. И давайте посмотрим несколько из вот этих самых продуктов деятельности психически больных. Здесь представлены рисунки, которые в разное время выдавали нам наши пациенты, изображая какие-то ситуации, какие-то события в своей жизни, какие-то свои оценочные суждения, высказывая по результатам беседы со специалистом, таких рисунков достаточно много, несколько тысяч, наверное. Это именно рисунки, просьба была у специалиста нарисовать какие-то ситуации, какие-то обстоятельства, нарисовать для себя, еще кого-то. И люди наши просьбы выполняли. Люди самых, я повторюсь, самых разных возрастов, самого разного пола, и мужчины, и женщины. И, соответственно, самые разные были у них диагнозы. И, конечно, я сейчас уже не помню, и не все рисунки, значит, мною проводились. Мои специалисты, коллеги, подчиненные задавали такие вопросы, и люди нам иногда рисовали. Я уже не помню, конечно, тут диагнозы, хотя я вот попробую найти, то есть по некоторым рисункам наверняка есть какой-то анамнез. То есть известно возраст, фамилия, имя, отчество человека, и поставленный ему, выставленный диагноз. Вот такой вот интересный рисунок, в какой-то из годов. Человеку давалось, как правило, в большинстве случаев, давалось задание описать какую-то свою ситуацию в жизни, нарисовать ли себя. Люди, страдающие шизофренией, МДП, выдавали вот нам такие вот рисунки. Их очень много, повторюсь. Крайне интересное творчество. Есть тут некоторые рисунки, которые мои коллеги проводили не в лаборатории, а из других. Зная мою любовь вот к таким необычным вещам, многие коллеги из других городов, областей и весей нашей необъятной страны присылали мне такие рисунки. Некоторые у нас в лаборатории собирались, некоторые от коллег были мною получены, оцифрованы. И вот сейчас я вам их представляю. Алкогольная какая-то тематика, несомненно, какое-то состояние бредовое. Галлюцинации, возможно, у человека. Анархизм. Видимо, задание было нарисовать тоже что-то, какое-то отношение к жизни. Мама инга. Эти рисунки, если будет, я повторюсь, будет интересно, я буду их периодически показывать и, возможно, по некоторым даже буду сообщать какие-то аномнистические сведения. Как-то диагноз, пол, возраст. Тут даже дописано какое-то стихотворение. Очень интересно, когда люди начинают творить, рисуют, вдруг начинают о чем-то говорить. Быстро-быстро речь ускоряется. Достигает уровня шперунга. И бессвязное обормотание. Все это приобретает вид бессвязного обормотания. Такие вот случаи были. Ну, то есть, это острые какие-то, видимо, невидимые, а точно, психические расстройства пациенты. И вот, соответственно, они рисовали вот такие вот рисунки. Очень-очень это интересно. Субъективно это, наверное, можно с трудом как-то оценить и понять. Надо рассматривать, конечно, в комплексе, когда собирается объективная информация о человеке. Он себя как-то характеризует, описывает, переживает свои чувства, эмоции. С чем, как это связано. Это, конечно, очень интересно. Медицинская психология. Самая интересная отрасль понимания человека. Никакие HR-ы никогда с таким не сталкивались. Собирали мы их в добровольном порядке. На память моему доктору. Что испытывал, как испытывал этот человек, рисуя такую картину, изображая себя в виде, может быть, условной медузой-горгоной. Тут какой-то взрыв. Еще что-то. Очень интересно наблюдать за такими людьми. Не каждый человек в своей жизни увидит и сотую долю того, что иногда продуцируют психически больные люди. Давайте я на этом остановлюсь. Если видео покажется интересным, будут лайки. Я, соответственно, продолжу. Рисунок. Мои руки занимают всю комнату. И вот такой рисунок. Что испытывал этот человек? Чем он жил? Как жил? Что думал? Что чувствовал? Что переживал? Какие события оказывали на него влияние? Очень-очень интересно. На этом все. Не буду затягивать это видео. Будет интересно. Продолжу. Благодарю вас за внимание. И удачи вам.